В КНР развивает промышленную вычислительную экосистему. В Поднебесной предложили ввести дополнительное финансирование школ для детей с особенностями развития. Промышленность Китая сыграла значительную роль в восстановлении мировой экономики. Китай возрождает экосистемы самых длинных рек в стране. Национальный суперкомпьютерный центр в Чанше благодаря своему географическому положению стал идеальным выбором для отправки данных, которые собрали в восточных регионах Китая в регионы на западе страны. «Центр в Чанше – единственный суперкомпьютерный центр Хунани национального уровня. У нас есть не только необходимые данные, но и требуемые возможности для вычислений. Это означает, что у нас есть очень мощные вычислительные ресурсы. Например, такая платформа, как суперкомпьютер Тяньхэ». Ожидается, что проект значительно улучшит обработку данных во всей стране путем повышения эффективности обработки данных и снижения на это затрат. Центр разработал приложения в области искусственного интеллекта, географических исследований, медицины, биоинженерии, умных городов и финансов. Сотрудники центра занимаются развитием полной вычислительной промышленной экосистемы – от исследований и разработок аппаратного обеспечения до программных услуг. На Всекитайском собрании народных представителей каждый год обсуждаются вопросы общественного здоровья. В этот раз в качестве приглашенного эксперта выступила доктор Лун Мо. Она входит в состав Народного политического консультативного совета Китая и возглавляет научный центр для реабилитации пациентов с нарушением слуха и речи. Доктор Лун Мо ежегодно вносит предложения о помощи детям с ограничениями здоровья и делится результатами исследований. Многие из ее идей принимаются правительством, а затем внедряются в общественные программы. Я выступала на сессиях с предложением по реабилитации. Позднее Государственный совет одобрил создание системы такой помощи, и это имело большое историческое значение. Детям с особенностями здоровья, в первую очередь дошкольникам, бесплатно предоставляется гарантированная реабилитация. Благодаря раннему вмешательству почти 90% детей с нарушением слуха продолжают образование в обычных школах. Однако врачи обнаружили, что некоторые из них страдают от депрессии и чувства неполноценности. Состояние таких детей может быть более хрупким. В период взросления они обнаруживают свои физические недостатки и отличия от сверстников. Поэтому они теряют уверенность в себе, считая, что хуже других, впадают в депрессию. Теперь мы должны больше думать о том, как помочь таким детям психологически. В этом году на Всекитайском собрании народных представителей доктор Лун Мо предложила усилить разработку специального программного обеспечения, а также рекомендовала ввести вознаграждение для учителей общеобразовательных школ, которые обучают детей-инвалидов. Другой важный пункт ее программы – качественная подготовка педагогов для системы инклюзивного образования и финансирование курсов повышения квалификации. По данным Национального бюро статистики Китая, объем ВВП страны по итогам прошлого года превысил 114 триллионов юаней. Таким образом, темпы экономического роста Китая в 2021 году на фоне успешного восстановления страны после пандемии оказались самыми высокими за последние 10 лет и составили более 8%. Из официальной статистики следует, что в лидерах роста сельское хозяйство. Аграрный сектор прибавил более 7%. И сфера услуг увеличения составила 8%. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по объему товарооборота и валютным резервам. Ему нет равных в притоке иностранных инвестиций и развитии потребительского рынка. ВВП на душу населения вырос на 8%, составив почти 81 тысячу юаней. 1 марта в Китае вступил в силу закон, который направлен на экологическую защиту и развитие бассейна реки Хуанхэ. Он станет первым важным шагом в сохранении и возрождении природной среды второй по длине водной артерии Поднебесной. Первоначальные работы по восстановлению экосистемы уже начались в Нинсяхуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Его примеру вскоре последуют другие регионы. В новом законе есть статьи о предотвращении стихийных бедствий и работе с их последствиями, а также о юридической ответственности за сохранение бассейна реки. Хуанхэ – одна из крупнейших рек Азии. В переводе с китайского ее название означает «желтая река», что связано с обилием наносов, которые придают желтоватый оттенок ее водам. Именно поэтому и море, в которое впадает река, называется «желтым». Бассейн Хуанхэ считается местом формирования и становления китайского этноса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова